Все, запись пошла. Привет всем, кто нас смотрит на записи. И привет всем еще раз, кто к нам подключился. Сегодня мы вам с Дианой расскажем, что такое земли Варкона, зачем они нужны и все, что с этим связано. И поотвечаем, естественно, на вопросы те, кто у нас пришли на вебинар онлайн. Стартуем. Да, стартуем. Сегодня у нас тема – это цифровая земля. И первый у нас вопрос – это что такое цифровая земля? Цифровая земля – это основной актив Варкона XR Metaverse. Это глобальный слой дополненной реальности, который полностью подготовлен к дистанционному размещению интерактивного контента. По сути, это виртуальный слепок поверхности нашей планеты, каждый метр которого привязан с конкретной локацией в физическом мире. Цифровая земля разделена на равные участки площадью 100 квадратных метров, каждый из которых является NFT-адалт. Это абсолютно уникальный токен. Его географический... RDL, да? Сергей, Сергей. RDL, да. Это обозначение токена просто. IR Digital Land. IR Digital Land. Спасибо большое. Я не смог прочитать это слово с первого раза. Так. Это абсолютно уникальный токен. Его географические координаты, все характеристики и права собственности закреплены в смарт-контракте. Пока это токен стандарта ERC721, но мы намерены расширить спектр плакчейнов, где будут генериться наши земли. Верно. Так. Следующая тема – это как создается цифровая земля. Чтобы создавать цифровую землю, команда Arcona разработала SDK Arcona CVCore. Он автоматически оцифровывает поверхность земли, генерирует слой дополненной реальности для размещения 3D-контента. SDK представляет широкий функционал без маркерной локализации и идет возможность гибкой кастомизации. Ключевые преимущества – это качественная работа как внутри, так и вне помещений, в том числе в сложных условиях. Недостаточного освещения, перекрытия камеры, быстрых движениях пользователя. Наши алгоритмы Vivo и Slump основаны на слиянии данных от датчиков изображений IMU и GPS и выполняют точное позиционирование и измерение расстояния, используя сенсорные данные смартфона и другого стандартного оборудования. По точности и быстродействию работы в городской среде он во многом превзошел топовые аналоги. Например, OpenCV и PC Cloud. SDK изначально является кроссплатформенным и независимым от сервисов Google и Apple. Еще одна уникальная особенность – возможность удаленного размещения контента. Компания создала и запатентовала уникальную методику удаленного позиционирования и управления геопривязанным 3D-контентом. Она дает возможность вдвое сократить расходы на создание ER-проектов, а время запуска при наличии готового контента сокращается до одного часа. Открытая модульная архитектура SDK Arcon позволяет интегрировать сторонние решения, постоянно расширяя и обогащая единую экосистему. Наша облачная GIS-платформа позволяет создавать 3D-карты местности и объектов, используя только данные мобильных устройств, собранные во время пользовательских сеансов или взятые из общедоступных библиотек данных. Это позволяет нам устранить неточности GPS при позиционировании и обеспечить совместное использование дополненной реальности с помощью визуального распознавания и выравнивания геометрии. В результате мы можем создавать плотные 3D-модели для дополнительной визуализации, передавая ООМ, собранные и выровненные данные для фотограмметрии, аналогично фотоскан и мета-шейп. Кроме того, Arcona CV Core... Мета-шейп. Мета-шейп, да. Кроме того, Arcona CV Core разработана с учетом универсального многопользовательского подхода в дополненной реальности, что принципиально для запуска игр и сложных сценариев использования AR. Тут важный момент хочу уточнить, напомнить, как мы в прошлый раз с вами обсуждали. В первую очередь все это делалось для команды Pelegrim под себя. Поэтому это уникальная технология, которая именно для размещения удаленного позиционирования контента, чего ни у кого еще нету. В таком виде удобном. Следующая тема у нас. Зачем нужно покупать цифровую землю? Владельцы цифровой земли получают исключительную возможность зарабатывать на перепродаже своей собственности внутри системы, в ней ее сдачу в аренду, а главное развивать и обустраивать свои территории. Каждый уголок цифровой земли связан с конкретной локацией в физическом мире. Это могут быть самые известные места на планете, куда каждый день приходят тысячи людей. Эльфио-башни, Римский колизей, Манхэттен. А могут быть удобные площадки рядом с вашим домом. Сюда вы можете привлекать реальных пользователей, чтобы устраивать для них AR-шоу, презентации, онлайн-магазины, создавать игры. Причем делать это дистанционно. То есть, находясь в родном городе, вы с легкостью можете запускать проекты в любой точке мира. На цифровой земле можно организовывать платный аттракцион и получать доход от каждого пользователя. А может устраивать виртуальный шоу, который привлечет внимание огромного числа людей и получить прибыль от заинтересованных рекламодателей. Дальше. Как купить участок цифровой земли? Цифровые земли можно купить на портале OpenSea, а также на Marketplace Аркона. Если вы хотите купить участок в определенном месте, связывайтесь с командой. Мы определим координаты, оценим ландшафт с точки зрения удобства расположения AR-контента и сгенерим земли для вас. Дальше. Как заработать на цифровой земли? Зарабатывать. Да, зарабатывать. Все зависит от расположения вашего участка и тех проектов, которые вы предложите пользователям. Так, в Лондоне живет около 8,5 миллионов человек. Туристов приезжает около 19 миллионов. Любой из них может стать вашим потенциальным зрителем. Вы можете организовывать платный аттракцион и получать доход от каждого пользователя. А можете устроить невероятное виртуальное шоу, которое привлечет внимание огромного числа людей и получить прибыль от заинтересованных рекламодателей. На цифровой земле можно организовывать платный аттракцион и получать доход от каждого пользователя. А можете устроить виртуальное шоу. Так, это мы уже обсуждали. Повтор. У нас повтор. Повтор, да. Повторение мать учения. Да, можете шоу виртуально устраивать, а можете платные аттракционы на своих землях. Поэтому советуем застолбить там, где еще не застолбили, в самых топовых местах. Если уже далеки от творческих экспериментов с заполненной реальностью, то выбирайте участки в самых перспективных районах, в диалогах, в кварталах, исторических центрах, на торговых улицах. Такие земли всегда востребованы. Их можно выгодно продать или сдать в аренду тем, кто хочет развиваться в свой интерактивный бизнес. Какой контент можно размещать на землях Аркона? Активные пользователи Аркона могут создавать собственные виртуальные сцены в любой точке мира. Для этого они загружают свои 3D-модели или купленные на внешних ресурсах, в частности, на крупнейшем портале хранения виртуального контента SketchHub. Для тех, кто не готов к творчеству, в приложении есть коллекция всевозможных объектов, которые можно установить в любом месте для фотосессий. Ну и базовые требования к авторскому контенту. Важный момент. Контент в ER-браузере подгружает рантайм. Для создания ER-проекта необходимы Mobile Ready 3D-модели размером до 100 МБ, предпочтительно небольшое количество полигонов в лоу-поле, и мобильные шейдеры. Размер текстур до 2048 на 2048, желательно 1024 на 1024. Формат моделей GLTF, GLB или FBX для Asset Bundles. Сцена, упакованная в Asset Bundles, включает главный префаб, все модели, текстуры, шейдеры, анимации и так далее. Поддерживается анимация FBX Unity. Текущая реализация использует Unity 2020.3. Немного технической справки. Мало ли. Мы же обещали вам рассказать все о землях. Вот. Раскроем карту. Да, совершенно верно. У нас это короткая, достаточно тема. Вопросы были еще днем. Мы можем к ним вернуться или посмотреть те вопросы, которые сейчас появились. Но один вопрос, я помню, был днем по поводу того, как контент перемещать с места на место. Это вопрос был по поводу замков. Например, вы поставили замок на какой-то участок земли. Что здесь важно? Когда вы ставите замок или любой другой контент больше одного гексагона, вы сначала объединяете гексагоны в домен. Например, условно говоря, вам требуется замок барона на три земли. Нет, магистра. Барона. Вы объединили участок в три земли, поставили. Ну, стоит все, все хорошо. Вам требуется переставить его на другое место. Или на другом участке вы также объединяете домен, или вы разъединяете тот, опять же таки, бандл, который вы собрали. Вы разъединяете, ваши участки расходятся, каждый сам по себе. Вы забираете домен, забираете замок и ставите бандл в другом месте, который вам более кажется привлекательным. То есть это, в принципе, опция будет заложена в Marketplace, и она будет совершенно несложная. Задеплоили, раздеплоили, задеплоили на другом месте. Это будет совсем несложно. Еще был вопрос по NFT Dream Card, которые сейчас у нас временно заменяют продажу земель. И таким образом будет происходить обмен. Но инструкцию мы сделаем чуть-чуть позже, но по большому счету ничего сложного не будет. Вы будете делать заявку, показывать свою Dream Card, быть немножко похожей к охотнике, перечислять Dream Card на адрес, который мы скажем, и информировать о местах на карте, которые вас интересуют. И мы будем обменить эти карты на те участки, которые вам нужны. И много раз звучал вопрос, обязательно ли, допустим, если NFT Dream Card на 7 участков, все 7 в одном месте. Не обязательно. Можно взять в разных местах. Но если вам нужно это под замок, то вы помните, что вам, соответственно, количеству кто-то в замке нужен такой же участок земель. Это то, что я уже видела в канале. Сергей, теперь вы посмотрите, пожалуйста, что сейчас свеженького спросили. Да, спасибо за ответы. Сейчас выбираю вопросы. Есть хорошие. Будет ли в будущем возможность ставить на земли не только NFT, но и просто модели? Она не сейчас существует, эта возможность. В принципе, просто нужно будет, ну, такое немножко кастомное решение, то есть это нужно при помощи команды. Собственно говоря, можно, да, конечно. Мы начинали с моделей, появились позже. Если мы берем тему, связанную с PlayTerm, то это NFT. Если мы берем вещи, связанные с проектами какими-то отдельными, то можно делать не только NFT. Да, если вы хотите сделать, например, что-то большое глобальное, то лучше обратиться к команде Аркона, и вам совсем помогут. Дальше вопрос такой хороший, мы частично на него ответили, но все же. После переработки и модернизации Marketplace цифровую землю можно будет купить в сети БСК или основная сеть эфировская останется? На БСК будет тоже обязательно. Да, мы понимаем тему комиссии эфировских. Это одна из причин, по которой началась реконструкция Marketplace. Одна из главных причин. Потому что до реконструкции зачастую стоимость комиссии выходила выше, чем стоимость участка. Поэтому да, обязательно. Еще хороший вопрос есть. Могут ли NFT выходить за пределы земли? А если там будет чужая выкупленная земля? Тут, наверное, имеется в виду, например, не только просто большие NFT, а которые еще с анимацией гуляют, куда-то выйти могут ли погулять к соседам? Погулять? Нет, не могут. Они могут гулять только по вашей территории. Нет. То есть то, что относится к вам, то относится к вам. То есть по системным землям они гуляют. Системные земли – это системные. Нет. То, что на вашей территории. То есть к соседу нельзя забегать. Так, смотрим еще. Тут у нас не по теме. Говорят, нас хорошо слышно и хорошо видно. Хорошо? Слава богу. Значит, разогнал. Да. Можно загрузить невероятно большие модели, либо небольшие, но невероятно проработанные. Вопрос про обхождение лимитов. То есть мы его рекомендательные характеристики указали, но можно ли больше? Ну, смотрите, история заключается в том, что можно было бы все, если бы не огранили платформы. Мы должны быть гейм-реди и для мобильного приложения, иначе просто не сможет загрузиться КТН на смартфон чуть-чуть пониже к классам или с чуть более нижего уровня качества интернета. Поэтому все-таки мы стремимся к тому, чтобы мы, любые пользователи могли нас видеть. Если мы загрузим что-то невероятно большое, то это увидим только мы с вами, создатели этого контента. Поэтому надо стремиться к этим. Эти технические требования были не просто так. Это, в принципе, не требования команды, это, скорее, требования к максимальному количеству смартфонов, которые нам позволят смотреть на наши невероятные модели. Иначе зачем? Хотя, если вы хотите писать пока вот из собственного дома и приглашать друзей, смотрите вот мои невероятные модели, тогда, наверное, можно. Так, вопрос у нас, что по поводу рейтинга 18+, моделей? Ну, мы в прошлый раз отвечали, можно, но с особенностями. Да, еще раз ответим, да, есть план по модерации, да, то есть 18+, будут находиться на уровне адалт, да, то у нас есть, будет, сейчас есть только общий уровень, да, то есть люди, все модели доступны всем, весь контент. Чуть-чуть позже мы введем несколько модерируемых уровней, в том числе адалт, то есть такой, который не будет никому, скажем, оскорбителен или неподходящий по возрасту, то есть он будет уходить в модерируемый контент, то есть, по сути говоря, на собственном гексагоне вы можете делать, что вам захочется, просто вы предупреждаете, это 18+, еще, еще, и будет модерируемый контент. Отлично. То, что, да, на прошлом вебинаре мы говорим. Да, если хотите, можете пройти по ссылке в описании и посмотреть прошлый вебинар, мы ее обязательно прикрепим. Там очень много информации, которая не дублируется здесь. Так, у вас есть возможность, зрители, которые смотрят нас в прямом эфире, задать вопросы, и мы на них ответим только по теме вебинара. Было очень много вопросов по АМИ прошлой, по вебинару, да, то есть мы выложим текст, мы выложим текст, ну, вот аналогичный тому, с которого сегодня подсматривал Сергей, поскольку у меня был звук плохой. Такой же текст, естественно, существует по каждому вебинару, поэтому мы его выложим, и вы сможете сравнить свои ответы с текстовой версией прошлого вебинара. Это будет, не знаю, сегодня вечером или завтра. Да. Так что вы увидите правильного ответа. Также будет и по этому вебинару этот текст, который сегодня смотрел Сергей. И после прохождения теста на следующей неделе мы также выложим. И они будут все-все-все собраны, все выложены, чтобы вы потом, когда будете уже заниматься амбассадорским движением, вы могли также рассказывать кому-то, подсматривая в наши шпаргалки. Да. Также мы сегодня наградим тех, кто прошел тест. Вы большие молодцы. Еще не смотрели, как вы справились, но я верю, что награды получат, если не все, то многие. Потому что очень внимательно прошлый вебинар все слушали и задавали хороший вопрос. Как, собственно, и в этот раз. Да. Сергей, у меня вопрос. Будем мы снова предлагать сделать мемы по теме вебинара? Да, конечно. Замечательно. Ну, очень понравились некоторые прям особенно. У нас даже личные фавориты появились, как у команды ФХ, так и у. Да. В общем, присылайте, конечно. Причем они просто впали, да, у нас коллекция уже. Угу. Да, я даже думаю, что в этот раз мы можем увеличить количество наград и даже сделать колесо на опыт. На опыт можем сделать для тех, кто, в принципе, прислал, потому что были хорошие мемы, не все, правда, по теме, но в этот раз можно будет наградить всех, даже кто не совсем по теме. А к нам подоспел вопрос. Стоимость цифровой земли какая будет с выходом маркетплейса с реконструкции? Да, у нас сейчас маркетплейс находится на реконструкции, поэтому, как сказала Диана, у нас есть временное решение по покупке земель, скажем так, бронированию. Да. Мы стартуем с той же стоимости, которая и была до реконструкции, доллар-метр, в зависимости от курса токена. Но в перспективе мы будем внедрять систему, которую мы давно собирались внедрить по оценке различных участков, в зависимости от их посещаемости, привлекательности по установке аэроконтента. И будут постепенно цены увеличиваться в целом на землю и по разным участкам. Я говорю о цене от системы, но мы не забываем, что есть еще рынок P2P, а он уж сам решает, да, по какой цене кто-то кому-то захочет продать. Но от системы цена пока стартует 100 долларов за гексагон и будет увеличивать постепенно. Да. Отлично, очень довольный ответом. Владимир тоже что-то пишет, надеюсь, вопрос. Мы дадим еще пару минут на вопросы. В принципе, если вопросы возникнут после темы, после вебинара ничего страшного, мы посмотрим канал и ответим. Но лучше, конечно, в эфире, что те, кто не посмотрел сейчас, смогли бы все сразу увидеть и ответы на вопросы тоже. Есть вопрос? Или пока нет? Пока что вопросов нету. Мне кажется, мы практически все, в принципе, обсудили. У меня был какой-то вопрос, но он что-то вылетел. Я его пытаюсь вспомнить. Может быть, кто-то сейчас пытается вспомнить. Наверное, я просто сделаю такой небольшой итог. На самом деле цифровая земля – это и есть самое главное, знаете, есть такое понятие – краеугольный камень. Вот у нас это именно цифровая земля. Это то, на чем и строится весь наш проект. Все кейсы с играми, с роликами, всем, 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 что мы можем делать, связаны именно благодаря тем, что у нас это и цифровая земля. Что тогда, в 19-м году мы смогли цифровать всю землю, разделить на гексагоны. То, о чем в прошлый раз мы говорили, долго думали. Круги – это квадрат, треугольник или гексагоны. И именно это и есть то, на чем основана вся система. Это наш основной товар, наш основной ноу-хау. Digital N, который позволяет нам всем размещать контент удаленно, корректно, несмотря на помехи, на мельчишение каких-либо предметов, людей, машин, чего угодно. Это наша основная, скажем, вещь. Поэтому очень важно, чтобы мы все понимали, что такое Digital N, и когда вы будете проходить тест, ну, даже можете задавать вопросы, какие-то в канале, если что-то непонятно, потому что очень-очень важно, чтобы наши будущие амбассадоры именно этот момент абсолютно четко для себя понимали. Что все остальное, оно на это нанизывается и строится вокруг наших цифровых земель. Так что это такой, наверное, один из самых важных наших вебинаров. Поэтому вот сейчас так посидите чуть-чуть, подумайте, все ли понятно. Да, это, по сути, технология. Если все... Кстати, подробнее можно про аренду земли? Я вот заметил, что мы ее как-то... Не было вопроса по поводу аренды земли, как это будет происходить. Она, в принципе, уже даже есть. Она в приложении уже существует, но никто особо на нее внимания не обращает. Будет аренда земли от одного дня до скольки угодно. Сейчас в моей голове нету цен, но я, наверное, могу их потом выложить. То есть через приложение можно арендовать уже. Это будет опция и в Marketplace тоже. Аренда земель актуальна в ситуации, когда вы, например, не знаете, что именно в этом месте пойдет проект. Именно в этом месте будут ваши пользователи. То есть вы поставили контент на арендованный участок, поработали, посмотрели. Нет, не сюда. Окей, спасибо, арендовали в другом месте. Аренда земель актуальна для рекламы. Конечно, потому что вам не нужно годами, например. Если вы не агент рекламный, а вы именно компания, которая требуется рекламу поставили, там, не знаю, на неделю, на месяц. Как в обычной жизни, да, билборды ставят на период какой-то, потом снимают свой рекламный баннер. Поэтому аренда, я думаю, достаточно, такая будет актуальная вещь. Ну и плюс аренда – это то, на чем можно зарабатывать землевладельцам, потому что аренда как от системы, так и от лендлорда. Купив землю, вы можете сдавать ее в аренду. То, что мы и говорили ранее, если вам самостоятельно не хочется этим заниматься. Опять же, как и в обычной жизни, многие люди приобретают земли для того, чтобы сдавать их в аренду. То есть если… по сути, это уже существующая опция приложения. Можно, кто не обращал внимания, посмотреть. То есть, по сути, можно держать, например, у себя на территории замок, управлять своей землей и разрешать системную какую-то, ну, например, размещение баннеров, которые будут дополнительнейший доход приносить, помимо того, что вы делаете на этой земле. Обязательно. Конечно, рекламный баннер – это то, что мы сделали, то, что давно анонсировано, видеобаннеры. А, и простые баннеры – это глобальная рекламная сеть, и то, что мы рассказывали, например, какой-то из АМ, что сейчас у нас выстраивается система работы с крупнейшим дао, маркетинговым агентством, которое будет привлекать к нам рекламодатели. И, естественно, эта реклама будет попадать как на системные земли, так и на земли лендлорда. Ну, это уже зависит от рекламодателя, да, и от их гео-таргет интересов. И, конечно же, все землевладельцы. А в первую очередь замковладельцы. Кому будет приходить больше людей, будут иметь больше шансов на попадание в рекламную сеть, естественно. Как, опять же, и в обычной жизни, где больше пользователей, там и больше рекламы. Тут мы ничего оригинального не изобретаем. Здорово. Ну, и тут два таких веселых вопроса, которые я объединю в один. Можно ли будет... Будет ли Аркон расширять Землю на Луну и Марс? Или Марс? И второй уже более такой практичный, который можно взять на заметку. Можно ли выкупить поверхность Луны, чтобы при наведении на нее камеры выскакивала реклама? Ну, вау. Насчет Марса, ну, наверное, придется. Да, Илон Маск имеет серьезные планы. А что же, а что же? Выселятся там люди, поселятся. Дополненной реальности нет. Ну, конечно, придется. Насчет Луны, ну, посмотрим. Если уже есть камеры, которые так хорошо рассмотрят Луну, что будут видны и дополненной реальности. Хотя мне кажется, Луна и так прекрасна. Дополненной реальности. Поэтому не в этом году. Но в целом это возможно. Почему нет? Ничего невозможного. Так что можно потихоньку думать о карте Луны и Марса. Да, но я думаю, на этой веселой ноте можно завершать наш вебинар. Мы опять молодцы и очень быстро все обсудили, не затягивая. Ну, и ответили на все ваши вопросы. Да, замечательно. Итак, я повторю. Если вдруг вопросы еще сейчас возникнут, то вы их пишите в канал, мы ответим. И скоро мы выложим текст по первому вебинару. А запись, наверное, завтра будет по этому вебинару, да, Сергей? Да, так и будет. Замечательно. Всем хорошего вечера. Спасибо, что присоединились. И следующий, третий вебинар будет снова в среду. Тема, а не помню, какая тема. Важная. Да, очень важная тема. Мы ее анонсируем непосредственно. Мы ее анонсируем. Перед вебинаром. Да, совершенно верно. Хорошо. Всем хорошего вечера. Всего доброго. Да, всем пока.